Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа в интернет-магазине Галамарт. Заказываю в интернет-магазине, потому что это удобно. И ассортимент у них на сайте практически такой же, как в магазине. Много всего нужного, много для дома. Итак, поехали! Очень ценно. Мне в этот раз дали бумажную накладную, поэтому я в конце вам цены озвучу. Обычно чек присылают только на электронную почту, не очень удобно. Я вам в конце все цены тогда покажу. Смотрите, как пришел упакованный заказ. Это служба доставки Боксбери, по-моему, у нас в городе Галамарт доставляет Боксбери. Итак, поехали по порядку. Первое, что покажу, девчонки, я заказала форму для запекания. Плета у меня новая, духовка работает хорошо, слава богу. Я люблю запеченную еду больше, чем какую-то жареную и вареную. Поэтому форму решила запастись, обзавестись. Купырка упакована, молодцы. Да, потому что она у нас с вами из чего? Из керамики. Именно керамическую захотелось. У меня сейчас в использовании две стеклянных. Но вот захотелось попробовать керамическую. Напишите, девчонки, у кого есть керамические стеклянные, как в уходе, какие проще. Форма для запекания жаропрочная. Она до 240 градусов. Написано, взяла вот такую поменьше, потому что у меня две огромные, чтобы порционно готовить. Потому что себе в основном сейчас я готовлю отдельно. Что про нее тут еще интересного? Мне, конечно, вот эта расцветка ни подо что не подходит. Но других расцветок не было именно в таком дизайне. И поэтому пришлось брать такое. Вчера, кстати, когда я ходил покупать посуду в хозяйственном магазине, там такие формы тоже стояли. И немножко подороже, чем в Галамарте. Так, вот как она выглядит, какая хорошенькая, такая красивая, тяжелая. Единственное, что внутри рисунок не рифленый, а снаружи рифленый. Как бы вот здесь вот заглоски не возникло отмывать вот это все. Но я посмотрю, у меня, к стыду признать, никогда не было керамических форм в использовании. У меня были либо железные, либо стеклянные, либо силиконовые. Это моя первая форма. Вот такое дно. Размер как раз нормальный такой, подходящий. Ну, вроде косяков нет, но есть немножко, конечно, тут вот краска. Вот это вот не знаю что. Но я думаю, это не суть важно. В целом все очень красиво и достойно. В таком вот блюде подавать можно что-то интересное на Новый год запечь. И вообще в таких формах, мне кажется, классно заливной на Новый год делать, да? Поэтому вещь очень нужна. Я вам сейчас сразу озвучу цену. 551 рубль, девчонки. Размер 27,5 на 17 на 6. Цвет красный. Классно, мне понравилось. Буду пробовать, посмотрю, что из этого выйдет. Надеюсь, не треснет. Но больше 240 я, конечно, и не запекаю никогда. Впереди новогодние праздники. И поэтому взяла что-то, чем можно развлечься дома. Еще морозы бывают такие большие. У нас 20-30 градусов. Поэтому, если сидим дома, взяла Ксюшу вот такую вот штукенцию. Это у нас с вами набор игрушка из пряжи. Будем с ней делать радужное животное, единорожек. Кстати, на сайте Гламарк можно выбрать. Там, когда выбираешь определенный товар, и там предпочтение ваше. Или выбираешь из ассортимента нужный. Еще есть комментарий к заказу. Допустим, положите мне тот предмет такого-то цвета. У меня пока один раз только был косяк. Что-то не то мне положили, наверное, не было. А так все нормально. А в этот раз даже девчонке звонил оператор и говорил, что не было упаковочной бумаги. Я заказала упаковочную бумагу. Запаковать подарки на Новый год. Чтобы никто не слышал. А ее не было. Вот надо сегодня где-то пойти по магазинам найти. 8+, Хоббит, производитель. И что здесь у нас? Гофрированный картон, пряжа, нитки, синельная блестящая проволока, пластиковая гладь, детали из фетра. Размер изделия 17 на 17,5. То есть довольно приличный такой размер будет. И стоит такая подделка у нас с вами 359 рублей. Они вообще весь день и бюджетные. Вот что уходит у нас с вами в состав. То есть на картон мы, видимо, будем наматывать пряжу. Мы никогда еще с Ксюшей такие игрушки не делали. Я думаю, это будет довольно интересно и занимательно. Игрушку собственными руками это вообще всегда здорово. Мы с ней делали много игрушек из фетра. Мы с ней делали игрушки из носков, снеговиков на Новый год. Знаете, как здорово из белых носков получать снеговики на Новый год. Набиваешь их гречкой или еще какой-то крупой. И вообще такие необыкновенные. Приклеиваешь глазки, делаешь шарфики из пряжи. Ух, мы с ней что только не делали. Так, вот что тут у нас входит в набор. Нитки, набор ниток. И вот эта самая белая основная, наверное, пряжа. И из картона вот такие вот фигурки. Ушки даже какие-то лежат. Я вам обязательно потом в облоге в каком-нибудь покажу, что получилось. И все, внутри инструкция. Больше ничего нет. Как бы себестоимость. Вот этого всего, конечно, не 359 рублей. Но можно было, кстати, заморочиться. Мы сейчас посмотрим, как это делается. И, в принципе, из картона вырезать фигурки. И тоже потом таких зверюшек делать. Правда? Правда, конечно, правда. Так, поехали дальше. Следующее, что покажу, это взяла вот такую вот навесную полочку. Беленькую. Я прописывала, помню, да, что беленькую. Я ее хотела вообще повесить на раковину для губки, для средства для мытья посуды. Но она крупная. Я думала, она будет маленькая прям, девчонки. Я ее, наверное, куда-то в ванну присобачью. И хотя бы 4 тюбика туда уберу. Ну, потому что у меня сейчас в ванной никаких полок нет. Творится полная вакханалия. Так, полка у нас эта с вами стоит... Угу, угу. Сейчас, моя хорошая. 95 рублей. Бюджетненькая. Беленькая, обычная, лаконичная. Пока вот так вот на первое время куда-нибудь ее в ванну присобачью. Сюда, в принципе, достаточно много влезет. Я думаю, удобная штука. Надо было две брать. Я думала, она будет маленькая. Я сюда положу губку для мытья посуды, да, и повешу на раковину. Не для раковины, это прям огромная штука. Так, дальше. Взяла вот такой вот крабик для волос. Это у нас Бериотти. Взяла вот такой красивый, 119 рублей он стоил. Заколку, потому что все как-то у меня поломались. А волосы иногда закалываю. И вы говорите, вам даже так нравится. Он такой, знаете, достаточно хлипенький, я бы сказала. Такой вот неплотненький. Но единственное, что вот такой вот красивый дизайн. Да? Сейчас соберем с вами волосы. Посмотрим, как это дело смотрится. Один раз сняла видео с собранными волосами. Вы мне прям сказали, изменила прическу. Ну, девчонки, волосы заколол, и все. Слава Богу, есть что закалывать. Так, погнали дальше. Дальше, девчонки, точилка. Заказала точилку, потому что точилки у нас в доме постоянно каким-то магическим образом испаряются, исчезают. Фаберликовская вот исчезла. 95 рублей. Это наподобие Берликовской Юни-Лук. Юни-Лук там... Кстати, посмотрела Юни-Лук косметика такая небюджетная. У них там есть теперь серия люкс, которая стоит вообще, простите, там за 500 рублей по тысячу. Паретки и помады. Думаю, о, как интересно. Юни-Лук, я знаю, это отечественный производитель у нас с вами. А, нет, это Беларусь, у них Минск. О, белорусскую продукцию я очень люблю и уважаю. Смотрите, вот такая вот точилка с заглушками. Слушайте, чтобы никто не залез. Заглушки вот эти вот открываешь. Оп, вот как интересно. Слушайте, я бы эти заглушки совсем бы оторвала. Но зачем мне постоянно их открывать? Такая точилка для двух видов карандашей. Сейчас у меня гелевый карандаш на губах, вот Vivienne Sabo. И он точится не очень хорошо обычными такими дешевыми точилками. Фаберликовской. Хорошо, я думаю, вот этой тоже будет хорошо. Потому что он гелевый, у него корпус такой плотный. Так, дальше. У меня никогда, опять к стыду своему признать, не было на кухне бумажных полотенц. Но, оказывается, это очень удобно, практично. И я решила заказать себе подставку и бумажное полотенце. Это Ветта. По-моему, Ветта у нас есть и в Фикс Прайсе, если я не ошибаюсь. Вот такая вот обычная хромированная подставка и бумажных полотенц я набрала аж 4 штуки. Ну, 2 набора. Так, подставка у нас с вами стоит 95 рублей всего. А бумажные полотенца тоже прям были очень бюджетно. Сейчас я вам их покажу. 106 рублей упаковка. Вот такая вот штука. Кто пользуется бумажными полотенцами, девчонки, напишите, насколько это удобно. У меня всегда тряпочки. Разные-разные тряпочки. Много тряпочек. И как-то вот ими я пользуюсь. И вот таких вот 2 упаковочки у меня у бумажных полотенец. Это у нас Сандей. Ну, мне кажется, обычные, стандартные. Хотя, вот эту туалетную бумагу, наверное, полотенцем розе. Двухслойные написано. Сейчас попробуем с вами поставить, насколько это удобно. Так, вот так это все дело будет стоять. Я знаю, есть такие навесные конструкции, да? А есть такие. Ну, ничего, мило, симпатичненько. Поставил, оторвал, вытер, что тебе нужно, выкинул, да? Ну, нормально. Пока пусть будет так. Так, целый арсенал тканевых масок, но не арсенал, а 4 штуки. Мы с Ксюшей иногда вечером любим побаловать себя, полежать в тканевых масках, поболтеть, поболтать, да? Не знаю, буду пробовать. В принципе, все, что я брала в Гламарте, ничего такие. Некоторые из них даже корейские. Шелковая маска с гиалуроновой кислотой. Производитель. Вообще не пойму. Фабрик косметик. Ну, заказ под корейским. Хотя здесь наклейка вообще. Это импортер. А производитель, девчонки, и не Китай, и не... Вообще не пойму. Даже язык коверкать не хочу. Ни Китай, ни Корея. Гонконг? Не Гонконг. Короче, вот такая вот маска. Раз. Из этой же серии, наверное, два. Но здесь все, наверное, по-китайски или по-корейски. Сзади приклеена наклейка. Как магнит косметик тоже такие масочки есть. Да, это с коэнзимом Q10. Тут вообще производитель. А, изготовлено в Корее. Слушайте, корейская. Корейская маска 59 рублей. Не Китай даже. Вот такая с алоэ. Это больше Ксюше подойдет, наверное. И здесь у нас изготовитель тоже Корея. Посмотрите, тоже корейская с наклейкой. Вот вам 59 рублей нормальной маски. Я дороже вообще не беру никогда. Даже в магнит косметика, когда на акциях дороже 60 рублей, маски не беру. Я не вижу смысла. Не может быть там какого-то чуда. И жалко отдавать гораздо больше денег за одну процедуру. Так, и здесь у нас с вами тоже, что ли, Корея? Юридический адрес Москва. Нет, здесь по-русски даже здесь написано. Это навряд ли, наверное, Корея, антиоксидантная. Вот такая. Не будем на них только останавливаться. Взяла ватные диски, потому что нужны. И они какие-то прикольники. Но не прошитые. Но мне это не принципиально совершенно. Люр 120 штук. Здорово. Так, ватные диски у нас с вами стоили... Ватные диски 59 рублей. Вообще цена за 120 штук очень-очень хорошая. Взяла вот такой вот антизасор, как они его запаковали. 14 рублей штука. Мне кажется, я такой еще не пробовала. Взяла для профилактики. Здесь, слава богу, со сливами. Пока все нормально и так далее. Но, как бы, лучше проводить профилактику, дать, чем потом устранять какие-то засоры. Вот они его прям как-то повернули. Вроде, вот, где на сайте не платили. На этот товар. Товар. Две упаковочки взяла. Вот так он выглядит. Кто пробовал, девчонки, напишите именно вот этот, как он вам. Средство для очистки канализационных труб. Быстро, эффективно. Будем пробовать. Ну, я как говорю, засоров нет. Но все равно волосы в слив попадают. Попадает много волос. У нас много девчонок. Ты мальчишка. Вот, поэтому надо периодически прочищать. Так, дальше. Взяла бумагу для выпекания кулинарного. Вот такую, смотрите, какая праздничная. Потому что, чтобы не пачкать противень, тоже застилать ею противень. Именно жаростойкая, 6 метров. Бумага для выпекания тоже бывает разная. Надо обзавестись еще обязательно ковриком многоразовым, силиконовым. Думаю, это тоже достаточно удобно. У меня раньше был, куда-то он делся. Так, и бумага для выпекания у нас с вами стоит, так, 59 рублей. Дальше, девчонки. Последний, по-моему, продукт, который я вам покажу, это вот такой крючок. Он прям с эти ветки. Это вот такой крючок. Я взяла в ванну, потому что у нас в ванной нет крючков для полотенец. Нет, они там где-то есть, но они очень неудобные, пластиковые. И нам их мало. Нас же много теперь. Нас же теперь много. Это так здорово. Поэтому нам их мало. Я взяла вот такие крючки. Это Artex, что ли. Они на присосках. Я прекрасно знаю, что эти присоски держать не будут. 100%. Не было еще таких присосок, которые выдержали бы. Три полотенца, здесь три крючка. Я их, естественно, присобачу на момент. Ремонт ванны у нас планируется после Нового года. Поэтому мне там ничего фигачить на момент не страшно. Я куда-нибудь, куда мне хочется, прифигачу на момент эти присоски. И все. Вот как это выглядит. Он достаточно увесистый сам. И три полотенца. Полотенца в ванных больших он однозначно не выдержит. Какие бы тут великолепные присоски не были. Какие бы они не были потрясающие. Вот у меня тут фартук на кухне, как это будет смотреться. Ой, а они крепкие, я вам хочу сказать. Крепкие, но я все равно их прифигачиваю на момент. Пока вот так вот на первое время полотенчики повесить, чтобы это было удобно. Слушай, не оторвешь, я вместе с плиткой отдеру. Нет, не вместе с плиткой я отодрала. Без вот этих штук. Хорошие присоски. Слушайте, хорошие. Вообще здорово так и стоило у нас с вами это счастье. И все. 335 рублей. Да, не бюджетный. Но он добротный. Здесь такой металл крепкий, нехнущийся. Он такой плотненький, плотненький. Ну вот и все. Мой хороший вот такой был заказ. Цены я вам все вроде как озвучила. Такие нужности для дома в этот раз. Я думаю, ничего лишнего. Никаких безделушек. Я люблю такие заказы в последнее время. Если вам было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну а я вас всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Пока.